В Днепре неизвестные расстреляли двух мужчин во дворе частного дома. Могли пострадать и дети, но мама их вовремя спрятала. Стрелков до сих пор ищет полиция, а пострадавших доставили в больницу. Кроме огнестрельных ранений, врачи обнаружили и ножевые. Подробности в следующем материале. Стрельба произошла во дворе этого частного дома. Здесь живут супруги Ирина Михаил с двумя дочерями. Одной семь лет, второй почти два. Вчерашний вечер семья даже боится вспоминать. В гости зашел брат мужа. Был не один. Двое друзей ждали его на улице. Вдруг услышали выстрелы. Я криков не слышала. Я была в шоковом состоянии. У меня старшая дочка начала кричать, плакать. Мамочка, я боюсь и все. Я не знаю. Я даже не выходила. Я сама испугалась. Я схватила детей и села и сидела. Когда это все закончилось, я вышла на улицу, во двор. Я увидела только много крови и человека, который лежал в крови. Стрелки быстро скрылись. Со множественными ранениями двоих мужчин доставили в больницу. Одного после оказания медицинской помощи отпустили. В тяжелом состоянии 35-летний Евгений. В речи говорят, его буквально изрешетили. Пулевых много. Это и ноги, и руки, и кисти, и грудная клетка, и щека, и голова. Остальные несколько ран, и только на живых. Только грудная клетка, по-видимому голова. Сейчас жизни Евгении ничего не угрожает. В больнице он проведет как минимум неделю. С журналистами не откровенничал. Говорит только, что даже не догадывается, кто мог в него стрелять. У пострадавшего две судимости за кражи. Но за последние шесть лет после того, как вышел на свободу, уверяет, закон не нарушал. Признался, в этот день с друзьями выпивал. Как выяснилось, журналистам мужчина рассказал далеко не все. Накануне он украл металл и сдал его. А стрелять вполне могли владельцы украденного. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители. Предварительно стреляли из травматического оружия. На месте преступления полиция изъяла гильзы. Когда мы затримываем подозреваемых, тогда мы уже под час допыта сясуем, какой конфликт мог причинить такие наследки. Уголовное производство открыли по статье умышленное нанесение чашки в телесные повреждения. Стрелков ищут до сих пор.